Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM. Вопрос касается выборов. Всё-таки с темы выборов мы и начнём. Добьём её, так сказать, на этой неделе. Гость Андрей спрашивает, за кого вы, Ян Евгеньевич, голосовали. Если это не секрет, конечно. Нет, это не секрет никаким образом. Я долго думал, следует ли мне вообще голосовать. Но потом всё-таки принял решение, что таки да, стоит. И голосовал за Грудинина. За Грудинина считаю его вполне достойным кандидатом. Достойным сменить нашего нынешнего лидера. Но вот не получилось. Не получилось. И проценты получились не очень высокие. И разрыв, конечно, достаточно большой, если не сказать огромный. Я знаю, что вы голосовали у себя дома в Бахте, по-моему. Да, в 440-м участке. Да, и помимо того, что вы участвовали в выборах как избиратель, как гражданин, вы ещё и наблюдали. Или это был неофициальный статус наблюдателя? Это был неофициальный статус наблюдателя. Я не представлял интересы никаких кандидатов. Просто у меня достаточно большое количество друзей и в России, и за её пределами. Это вот сейчас за пределами-то, конечно, да. Да, ничего страшного. Значит, и одни из моих друзей, которые занимаются исследованиями процесса выборов в Европе, в том числе и в России, и из города Вильнюса, попросили меня, как жителя Российской Федерации, ответить на небольшое количество вопросов. Для того, чтобы ответить нормально, я понаблюдал за ходом этих выборов о том, сколько людей приходит, в какое время приходит, как осуществляется сам процесс голосования, как развешана реклама. Ну, там достаточно большой перечень вопросов, около 60. Ну, то есть это какой-то исследовательский центр, который занимается изучением... Это международный центр электоральных исследований. Находится он в Вильнюсе, работает по всей Европе. Ну, насколько я понимаю, выборы в Российской Федерации президентские являются предметом такого исследования. Людям интересно, почему нет. Вызывает внимание. Движение «Голос», между прочим, сообщило о том, что не может признать состоявшиеся в России выборы честными, по той простой причине. Ну, то есть нет претензий, как я понимаю, к самой процедуре голосования, но есть очень много претензий к процессу «до», скажем так. То есть... Да, да. Вот из того вопросника, который был мне направлен, значительная часть была как раз посвящена вопросу, который относится не к самой технологии получения бюллетеня и опускания его в ящик, либо в машину для подсчета голосов в КАИП, а непосредственно к всему процессу, от объявления выборов к непосредственно избирательной кампании, к дебатам. Ну, я делаю для себя вывод о том, что да, действительно, и за рубежами Российской Федерации достаточно пристальное внимание уделяется равности возможности всех участвующих кандидатов в введении избирательной кампании. Мы прекрасно видим о том, что главный кандидат, который в итоге и победил, даже в дебатах участие посчитал ненужным принимать, в то время как остальные участники все-таки о чем-то дебатировали. Причем, на мой взгляд, эти дебаты никоим образом не добавили им никакой популярности, а наоборот повредили, потому что зачастую превращались просто в какое-то цирковое шоу. Поэтому, да, я думаю, что, наверное, можно сделать вывод о том, что кандидаты не обладали равными возможностями. Тем более, что Владимир Владимирович Путин, при всем к нему уважении, находясь в статусе действующего президента, получал гораздо больше возможностей для освещения и своей предвыборной программы. Мог светиться перед избирателем. Да, и доносил до потенциальных избирателей информацию о своих намерениях. Естественно, он имел больше возможностей, поэтому здесь тяжело сказать, что все находились в равных условиях. А я правильно понимаю, что непризнание выборов России абсолютно честными по этим основаниям, оно не влечет за собой никаких последствий для страны и прочего? То есть это такая, ну, больше моральная, что ли, категория? Ну, наверное, да. Наверное, да. Во всяком случае, ну, вот смотрите, такое понятие, как легитимность избранного главы государства в мире, конечно, может быть где-то поставлено под сомнение. Непосредственно для самой Российской Федерации, как государственного образования, мнение иностранцев, иностранных общественных организаций, иностранных правительств существенной роли играть точно не будет. Но в последние годы особенно. Ну, да. Но я думаю, что и в грядущие тоже вряд ли что-то изменится настолько оперативно. Все мировые правительства, что Соединенные Штаты, что Великобритания, да какое любое угодно другое, они все равно будут вынуждены считаться с теми органами, с Владимиром Владимировичем Путиным, который сейчас будет на ближайшие шесть лет нашим президентом, только лишь в силу того, что он будет занимать такую должность де-факто, и де-юре в том числе. Невозможно не считаться с главой государства, которая занимает одну шестую часть суши, обладает ядерным потенциалом, достаточно агрессивными намерениями. Украина, Крым это показали. Так, а если мы будем говорить о нарушениях каких-то зафиксированных или не зафиксированных именно в процессе выборов, вот, собственно говоря, ЦИК подвел итоги, ну и, собственно, наш область Бюрком подвел итоги, да. Было сказано о том, что состоявшиеся в Кировской области выборы были признаны частными прозрачными, по-моему, нашли то ли одно, то ли вообще ни одного нарушения. Вы у себя на участке наблюдали что-то, что вызывает подозрения или нет? Ну, я регулярно, принимая участие в выборах, я обратил внимание, да, действительно, о том, что на территории всей Кировской области выборы президента были совмещены с массой других действий, которые требовали, как минимум, похода на избирательный участок. Это и голосование по городскому благоустройству, и где-то какие-то местные референдумы проводились и прочее, прочее. Официальных подвозов избирателей, ну, вот у себя в Бахте я не заметил. У нас достаточно маленький участок, у нас всего 2500 с небольшим избирателей, причем, насколько я понял из официальных данных, которые опубликовал в ЦИК, на выборы, вот по моему участку, пришло где-то что-то около 60%. То есть я бы не сказал, что здесь какая-то запредельная явка, либо запредельная неявка. То есть так, серединка наполовину. Это примерно уровень, обычно, как голосуют у нас на выборах президента. Да, да, да. Ну, опять же, все-таки, простите, мы хоть и относимся к городской черте и территориально находимся в городе Кирове, но мы все-таки село. У нас нет крупных промышленных предприятий, у нас нет больших каких-то государственных либо муниципальных учреждений, которых можно было бы обязать явиться на... Нет, не откуда подвозить и подходить, да? Да, 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 да. Обязать явиться на выборы. В то же время, я знаю, что предприятия крупные, которые расположены в Бахте, рекомендовали своим сотрудникам явиться на эти выборы. Но это рекомендация. Рекомендовали явиться или рекомендовали голосовать за кого-то? Рекомендовали явиться. Обращаю внимание, что на самом деле, вот лично у меня есть... Много было таких жалоб, кстати говоря. Есть большие вопросы даже к технологии подсчета голосов. Меня откровенно смущает то, что очень часто и зачастую использование вот этих автоматизированных систем, КАИБов, исключает фактически ручной пересчет. Я не знаю, насколько программа в этом аппарате сертифицирована, сколько правильно этот подсчет ведется. Я бы считал, что все-таки более надежно это руками эти две тысячи бюллетеней перебрать, тем более, что это не так много. От взорами наблюдателей. Да, да, да. Тут было много вопросов, на самом деле, у экспертов и у представителей политических партий. Вызывало их опасение, не знаю, может быть опасение, может быть настороженность, некий вот такой перекос между явкой избирателей в первой половине дня и дальше. Если мы говорим о тех сообщениях людей, которым рекомендовали прийти, я, например, видела, что всем им рекомендовали сходить до 12. И я помню, как и наш облазбороком отчитывался о явке, и по России была та же самая картина. Все писали какая-то просто мега-активность людей в первой половине дня. То есть там в 10 часов какая-то прям, ух, явка, потом в 12 часов. Очень много народу и прям сравнивают с предыдущими выборами и говорят, что это что-то необыкновенное, вот как активно идут голосовать избиратели. Ну, давайте этот вопрос тоже попытаемся проанализировать. Значит, опять же, вот по тому участку, на котором голосовал я, традиционно всегда основная масса жителей посещает именно утром. Почему? Это все-таки село. Это все-таки село. В селе спят не так долго, как в городе. Где-то печку нужно затопить, где-то воды принести. Ну, и на работу. Невзирая на то, что это выходной день, это сельское хозяйство. Я не видел здесь ничего необычного. Хотя... То есть у вас там не было такого, как пишут наши коллеги в Перми, например, когда толпы народа просто... Ну, то есть так, пустой участок, какое-то время проходит, бац, подбегает толпа. Все проголосовали, ушли снова в пустой участок. Ну, нет. Вот смотрите, я приехал на участок свой в первый раз где-то 8 часов 10 минут, то есть спустя 10 минут после его открытия. Я бы не сказал, что там какая-то огромная толпа была. Там... Очередь не стояла. Я достаточно быстро отдал свой голос. Ну, и какое-то время еще постоял, посмотрел, понаблюдал, посчитал. Я не видел, что кого-то кто-то подводил. Могу единственно предположить о том, что на самом деле это все-таки маленький достаточно участок, который не находится в городе Кирове. И как раз там и на дому очень мало голосовало, очень традиционно очень мало голосует. Значит, и прикрепленных-то там не было никого, вообще никого. То есть из граждан, не зарегистрированных на территории данного избирательного участка, там никого не было в этот раз. Только свои. Да, так что здесь каких-то таких глобальных нарушений я бы, наверное, не отметил. Хотя, я знаю, мне многие мои знакомые жаловались, особенно те, которые работают в бюджетной сфере, в сфере образования, здравогоохранения, о том, что им фактически в приказном порядке, да, действительно, указывали на необходимость посещения избирательных участков именно в первые половины дня. Ну, наверное, могу только предположить, что для оперативности отчетов. Ну, понятно, да, всем хочется к обеду уже закончить. Да, то, что наши власти были, конечно, озабочены возможной низкой явкой граждан, ну, готов подтвердить, сам такие же выводы готов сделать. И господин Навальный не в последнюю очередь здесь в этом тоже виноват, что такую важность наши власти придали именно явке, да. Яна Чеботарев, юрист в нашей студии, программа «Особое мнение». Мы прорвемся на полминуты и продолжим. Особое мнение на 101FM. Продолжаем обсуждать выборы, состоявшиеся в минувшие выходные, в минувшие воскресенье с Яном Чеботаревым, юристом. Еще один вопрос, который я хотела вам задать про выборы президента, и, наверное, перейдем еще к участкам по благоустройству, за которые тоже голосовали. На нашей странице ВКонтакте опубликован опрос «А ты голосовал за Путина?» Наши коллеги спрашивают. Ну, вот такая репрезентативная выборка. 230 человек проголосовало, 23,5% говорят «да», 76% говорят «нет». И вопрос, который возникал у нас и у наших экспертов тоже по ходу обсуждения последних дней. В стране огромное количество недовольных людей. Все говорят, что это плохо, то плохо, все плохо. Тем не менее, Путин набирает 70%. 77% по России, 70% с небольшим в Кировской области. Вот. Что удивительно, давайте попробуем просто представить, кто со стопроцентной вероятностью будет голосовать за главу нынешнего российского государства. Бюджетники? Правильно, у нас каждый год публикуется отчетность о том, что у нас неуклонно растет количество государственных служащих, у нас крепнет позиция государства в экономике, у нас масса людей прямо заинтересована, либо завязана на бюджетные деньги. А многие избиратели, если не большинство, не имеют доступа в интернет, как минимум в рабочее время. Соответственно, ну не совсем я бы доверял тем данным, которые, Аня, вы приводите. Вы ориентируетесь на наиболее активную часть нашего с вами населения. А как раз избиратель, средний избиратель Владимир Владимирович, он немножко другой. Он не сидит в ВКонтакте? Он не сидит ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке, и интернет открывает, наверное, достаточно редко. Сходить в Одноклассники возможно. Голосование за территории общественные, которые будут благоустраивать в ближайшие два года за счет федеральных дотаций, так называемая программа формирования комфортной городской среды. Большое удивление наше вызвало то, что значительное количество, в том числе и наших экспертов, кто бывает в этой студии, не знали, что будет организовано такое голосование параллельно с выборами президента. Сто тысяч человек, тем не менее, по всей Кировской области проголосовало. Итоги мы озвучим, я думаю, что в ближайшие дни. Насколько я понимаю, завтра у нас планируется эфир по этой теме. Надеюсь, вот уже будет понятно, что в Кирове будут благоустраивать. Я напомню только четыре территории общегородских. Гагаринский парк, набережная тренера Пушкарева в Нововятске, Кочаровский парк в Ленинском районе и парк Победы в Октябрьском районе. У вас тоже было голосование на участке. Мы голосовали ровно по этим же вариантам. Там, правда, их было не четыре, это был листочек формата А4, где вариантов было порядка где-то, наверное, двадцати. Четыре это общегородские, там еще по районам потом. Да, и выбрать можно было три. По выходу из избирательного участка, из основного помещения, в вестибюле был установлен стол, где сидели такие же точные девушки. Мини-избирательная комиссия выдавали по регистрации бюллетень, который опускался в ящик. Они были опознаваемы, то есть они как-то активно призывали? Они активно призывали, да, я тоже обращал внимание, что многие граждане вообще были не в курсе о том, что будет проводиться подобного рода голосование. Здесь, ну, наверное, можно вести речь о том, что не придавали должного значения нашей власти организацию подобного рода процесс. Хотя изначально наверняка... Ну, я вообще считаю, Аня, что изначально подобного рода голосование задумывалось как раз способ привлечь граждан на избирательные участки. При мне многие избиратели интересовались, собственно, за какие проекты идет голосование, и узнав о том, что в списке участвуют только те проекты, которые не касаются напрямую... В которых нет бахты? Нет бахты, нет русского, нет других деревень окружающих. Либо наугад ставили просто несколько галочек, либо просто возвращали бюллетень, либо уходили с ним домой, и все. Ага. Как домой? Ну, любой бюллетень можно забрать. Это ваша собственность. На память, что ли? На память вы могли получить избирательный бюллетень и уйти с ним домой даже при выборах президента РФ. Нет, это понятно, но этот бюллетень с собой зачем? Ну, мало ли. Он даже без печати, без картинок. Без всего, без голограммы. На белом фоне обычный листочек А4. Серенький даже. Серенький все-таки, понятно. Ну, то есть тоже не очень активно, но тем не менее голосовали. Ну, тем не менее, какое-то общественное мнение все-таки здесь будет получено. Насколько репрезентативное, мы не знаем. Посмотрим, будет ли обещанное финансирование. И вот если его не будет, как раз нужно будет укрепиться во мнении, что подобного рода мероприятие задумывалось исключительно лишь как спойлер президентских выборов. Ян Евгеньевич, в прошлом году дали денег, в этом тоже должны дать. Или вы что думаете? В прошлом году перед выборами дали, а нынче не дадут? Посмотрим. У нас в этом году есть другие проблемы. Надо крымский мозг достраивать. У нас в Сирии проблемы и прочее. Посмотрим. Что-то как-то вы прямо меня опечалили сейчас с предположениями. Я всего-навсего призываю подождать и посмотреть. Подождите. Мне просто страшно, потому что следующая тема, которую мы с вами планировали обсуждать, это ремонт дорог, до которой нам федералы тоже выделяют деньги. Давайте. Обещают, по крайней мере. Две компании будут ремонтировать наши дороги, по крайней мере, будут отвечать за их качество. Гордор Мострой и Вятавтодор. Насколько я понимаю, 19 марта прошел конкурс. По участкам было два лота. Напомню, 800 миллионов. Один из них почти 800 миллионов. И в районе 400 миллионов. Немножко сэкономили. 40 миллионов рублей в ходе торгов. Потому что два крупных лота. Большое достаточно обеспечения должно быть. Залоговое или как-то так оно называется. Не все смогли заявиться. Вот такая история. То есть предупреждали общественники, что экономия будет небольшой. В прошлом году она составила 100 миллионов. И на эти деньги сумели сделать еще дополнительно какие-то дороги. В этом году будет поменьше. Ну вот, конкуренция или дороги. Получили две большие компании. Компании местные. Говорят, что с них будет легко спрашивать. Ну, может быть и так. Хотя, на мой взгляд, здесь тоже некоторые лукавства присутствуют. А почему? Ну, господи. Местные компании точно так же, простите, могут обанкротиться. Обанкротиться. Впасть в какие-то долги. Не исполнить какие-то контрактные обязательства. Во всяком случае, граждане заинтересованы не в том, чтобы город и городские власти судились с подрядчиками. А в том, чтобы иметь нормальные дороги. На мой взгляд, здесь... Ну, вот эти две компании вызывают ваше доверие? Виан-Автодор, Готур, Мострой? Да. Пока да. Пока да. Во всяком разе, ну вот, прошлогодние торги мне представлялись гораздо более странными, когда главный лот и главный лот, фактически, о котором большие очень дебаты шли. Эта автодорога Киров-Русская выиграла мало кому известная московская компания. Агентство развития перспективных технологий. Территорий. Территорий как-то так. Да, и по моим-то данным, как раз в настоящий момент, эта компания почала в обозе. А простите, а что же будет с дорогой к вашему дому? А вот я жду, когда сойдет снег и не сойдет ли асфальт вместе. Это, во-первых. Плюс, ну, далеко, напомню просто, далеко не всю автодорогу Киров-Русская в прошлом году указанная компания отремонтировала. Остались участки, причем весьма протяженные. Которые обещали доделать в этом году. Да, в 2018 году. Посмотрим. Посмотрим. Внимание со стороны городской администрации общественности в прошлом году к подобного рода строительному проекту, как ремонт автодорог, в частности, это же Киров-Русская, был весьма пристальный. Подрядчики несколько раз переделывали тот асфальт, который они, ну, может быть, по забывчивости, либо в надежде на чудо по старинке укладывали в лужи. Посмотрим, как в итоге этот асфальт пережил зиму и весну переживет. Можно будет какие-то выводы делать. Если подобного рода внимательное отношение со стороны администрации города будет уделено и тем строительным проектам, которые будут реализовываться в этом году, ну, это можно только одобрить и всячески похвалить. На дороге деньги дадут? Тут вы не предполагаете, что деньги будут на Крымский мост? Нет, я уверен, что деньги на дороге будут выделяться. В любом случае нормальные дороги – это нормальное развитие экономики. И без нормальной автодорожной сети, транспортной инфраструктуры смешно рассчитывать на развитие бизнеса, на собираемость налогов и прочее. Поэтому я думаю, что здесь, безусловно, деньги на дороги точно будут выделены. Ну, в общем, ждем. Получается, по тайке снега обещают нам синоптики, что где-то через две недели примерно вот уже такой будет более-менее устойчивый плюс днем. Скорее бы лето. Скорее бы лето, да. Мы тоже ждем с большим нетерпением. Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы слушаем его «Особое мнение», прервемся на рекламу и продолжим. Особое мнение на 101FM Ян Чеботарев, юрист в нашей студии, напоминая нашим слушателям. Мы продолжаем, кстати говоря, читать вопросы, поступающие на сайт eho.kerova.ru Николай спрашивает вас, Ян Евгеньевич, есть ли шанс у Никиты Белых на помилование или амнистию президента России. Видимо, связано с окончанием выборного процесса. Ну и, может быть, с сегодняшними новостями про мэра Ярославля Евгения Урлашова, тоже осужденного. Он подал прошение о помиловании, как сообщают наши федеральные коллеги. Никита Юрьевич, шанс на помилование или амнистию? Смешной вопрос. Почему? Объясню. На помилование, начнем не с этого, на амнистию от президента России Никита Юрьевич точно рассчитывать не может. Как-то вы с улыбкой об этом говорите. Да, потому что амнистии объявляются постановлением Государственной Думы. Это не прерогатива президента. И в силу Конституции Владимир Владимирович Путин, да любой другой человек, занимающий пост президента, не может объявить амнистию. Это функция депутатов. Если будет какая-то всеобщая амнистия, ну, естественно, депутаты могут проголосовать, что она коснется вообще всех осужденных. А вообще по статье, по которой осудили Никита Юрьевич, предполагается возможность выхода по амнистии? Возможность выхода по амнистии определяется депутатами Государственной Думы. Если сегодня соберется Дума, завтра соберется Дума и решит амнистировать вообще всех, это будет законно, потому что это в компетенции Государственной Думы. Они могут любой закон поменять, вплоть до того, что новый уголовный кодекс принять, не спросив нашего с вами мнения. Что касается помилования, да, безусловно, это очень интересная одна из немногих полномочий президента Российской Федерации, где он абсолютно свободен, и он может принимать решения, опираясь лишь на свое собственное усмотрение, не спрашивая ничего совета и не руководствуясь никакими законами. То есть действующий президент Российской Федерации может помиловать абсолютно любого, вне зависимости от того, по какой статье он осужден, какой срок наказания ему назначен, сколько фактически он отбыл, каково его состояние здоровья. На основании могут быть абсолютно любые, абсолютно любые. У меня два вопроса в связи с этим. Я, может быть, чего-то не знаю, но я так понимаю, что Никита Юрьевич еще не начал отбывать наказание. То есть там еще идут вот эти процедуры обжалования и прочее. Ну, обжалование, спаривание, да. Приговор в отношении Никиты Юрьевича пока в законную силу не вступил. Соответственно, он считается невиновным, не осужденным и формально, да, до настоящего времени, да, его чисто теоретически даже нельзя ни подвергнуть амнистии, ни, соответственно, даже помиловать каким-то образом, он не осужден. Так, и второй вопрос. У меня почему-то с давних времен есть ощущение такое, что рассчитывать на помилование может только осужденный, который признал свою вину. Нет, нет. Это не так? Нет. Ни Конституция, ни Уголовный исполнительный кодекс, ни Уголовный кодекс не связывает возможность подобного рода акта милосердия от имени государства с какими-то обязательными телодвижениями со стороны осужденного в виде, например, признания вины. Мы все были свидетелями, очевидцами того, как был помилован, например, Михаил Борисович Ходорковский, который вину никогда не признавал и до настоящего времени ее не признает. Тем не менее, он был помилован. Все, что нужно для помилования, это обращение к главе государства в виде заявления, в виде ходатайства о помиловании. После этого запускается механизм рассмотрения данного заявления, итогом которого является вынесение соответствующего указа в случае его удовлетворения. Насколько оно возможно? Ну, ежегодно действующий наш глава государства милует несколько человек. Несколько человек? Несколько человек. Несколько десятков? Нет, это не масштабная процедура. Если я не путаю, то в 2016 году помиловано было порядка, по-моему, 8 человек всего. Не густо. И причем помилование не подразумевает полное освобождение от уголовной ответственности, немедленное освобождение. В качестве помилования срок наказания может быть просто сокращен до отбытового, либо лицо может быть освобождено от какого-то дополнительного вида наказания. Ну, то есть от штрафа, например, от оплаты штрафа, еще что-то. Понятно. Ну, в общем, да. В любом случае помилование это акт смягчения наказания. Обращаться с прошением о помиловании Никита Юрьевич может когда? Ну, понятно, после того, как приговор вступит в законную силу, и сразу же может? Нет, сразу же может. Просто вопрос в чем? На самом деле, вот по подобного рода статьям, по которым обвиняется Никита Юрьевич, действующей юридической науке неизвестен ни один случай помилования в современной России. За шпионаж миловали, а вот за взятки нет. Надеюсь, что ответили мы на вопрос Николая. Ну, правда, ответ такой. Ну, и под амнистию подобного рода статьи, как правило, не попадают. То есть тяжкая статья. Да. Еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить. Надеюсь, что успеем. Аэропорт Победилово, который лишился саратовских авиалиний. Росавиация накануне появилась новость о том, что приостановила полеты саратовских авиалиний практически все, да, на всех судах. Ну, плюс там полеты на самолетах Ан-148. Ну, это в связи с последней катастрофой. Да, для всех авиационных компаний. Получается, что Кировский аэропорт Победилово остается с одним перевозчиком до Москвы. Это авиакомпания «Руслайн». Время вылетов из Москвы и из Кирова не всем удобно. Да, об этом говорили, что хорошо бы, чтобы их было много, тех перевозчиков, которые с нами работают. Правда, «Руслайн» переехал теперь во Внуково. Что хорошо. С чем его можно поздравить. Что хорошо, потому что в Внуково аэропорт нам нравился. Ну, и в очередной раз, конечно же, в связи со всем этим всплыла тема Победы. И тот факт, что вроде как областные власти, по крайней мере публично, никаких действий не предпринимают для того, чтобы обеспечить Кировскую область доступными ценами на авиабилеты. Ну, вопрос, на мой взгляд, Аня, здесь даже не столько в доступности авиабилетов. Хотя, безусловно, когда летала Победа... Не, ну это важно, Ян Евгеньевич. Важно, важно, важно. Просто это не единственное. Когда летала Победа, у нас было гораздо большее количество приезжих. В Киров было проще попадать. Ведь очень тяжело любому туристу, а туризм мы вроде бы пытаемся развивать. Мы говорим о привлечении инвесторов. А какой, извините, к чертям инвестор, если к нам можно исключительно, например, по железной дороге добраться, что многим неудобно, многим просто не нравится. Люди в настоящее время привыкли быть мобильными. На Победе можно было за один день слетать до Москвы, решить текущий вопрос и вечером вернуться домой. На Руслайне уже возникают проблемы. Не говоря о том, что самолеты Руслайна достаточно маленькие, и зачастую купить билеты за день-за два представляется невозможным просто. Приходится либо как-то корректировать свои графики, либо выезжать на машине, например, в Казань и лететь оттуда, либо пользоваться услугами РЖД, что тоже, кстати, бывает весьма проблематично. Да, я с большим интересом ожидаю майских праздников, чтобы посмотреть примерно за какой срок до них закончатся все билеты на поезда, в том числе и дополнительные. Попытаться, на мой взгляд, для нашей, может быть, областного правительства, для городской власти возобновить переговорный процесс с приличным лоукостером было бы разумно. Он один лоукостер в России. С победой. Давайте назовем эту авиакомпанию. Но это не реклама. Это не реклама победы, ни в коем случае не лоббирование ее интересов. Говорят, что надо вплоть до, я не знаю, падания в ноги решать этот вопрос. Ну, зачем падать в ноги? Насколько я понимаю ситуацию и помню ее, вопрос... Победа не согласится идти в Кировскую область без преференций. Надо дать такие преференции. В конце концов, с точки зрения экономики, давайте посчитаем, сколько стоит... Васильев сказал, что это невыгодно. Летает очень ограниченное число жителей Кировской области. Непонятно, почему все остальные должны платить за их хотелки. Ну, правильно, давайте тогда вообще даже откажемся от Руслайна, оставим кукурузник и будем удивляться, почему летает такое маленькое количество жителей Кировской области. Наверное, потому что, простите, самолет больше не мешает. И инвесторы не прилетают. Да. Можно где-то попытаться и чуть-чуть поддержать аэропорт Победилово не просто какими-то безумными траншами на ремонты, либо на содержание диспетчерской или иной какой-то инфраструктуры аэропорта, а субсидировать фактически деятельность этой же Победы. Так, хорошо. А если все-таки не Победы? Если, например, какой-то другой перевозчик, ну пусть с более высокими ценами на билеты, но с удобным временем вылета и местом прилета, условно говоря, в Москву. Ну, вот вы знаете, я помню также времена, когда Ютеер летал. Вот обещали нам Ютеер, обещали, по-моему, даже и Севен, говорили, что ведутся переговоры. Нормальный крупный перевозчик, если он зайдет в Киров, пусть даже это будет не там Лоукостер единственная российская Победа, а кто-то другой, в любом разе будет интересен для горожан, для жителей Кировской области. Они смогут нормально хотя бы улететь. Плюс, единственный перевозчик в виде Руслайна это плохо. Почему? Потому что отсутствует конкуренция. Отсутствия конкуренции никогда, благом, не было. Мы увидим с вами о том, что с течением времени, через день, два, три, месяц, полгода, если ситуация останется в том виде, в каком есть, цены на билеты Руслайна точно так же полезут вверх. Я со своей стороны, конечно, обращаюсь прямо вот из эфира к членам областного правительства с тем, чтобы, если не решили проблему, ну, хотя бы сказали о том, что делается в этом направлении, потому что саратовские авиалинии ушли, а из соседнего дома, извините, тишина. Никто ничего не говорит. Одна минута у нас остается, Ян Евгеньевич. Я, наверное, все-таки не буду начинать следующую тему. Хотела с вами поговорить про золотые парашюты в администрации города Кирова, которые решили отменить. Речь идет о бюджетных организациях муниципальных, в которых, как выяснилось, очень большие зарплаты. Я просто озвучу суммы, успею это сделать. Вот. А вы, наверное, скажете ох или ах. Самая большая зарплата среди глав муниципальных организаций в дирекции дорожного хозяйства, сообщают наши коллеги. Составляет она 87 тысяч рублей в месяц. На втором месте управления капитального строительства 82. Дальше дирекция дорожного хозяйства 66 тысяч. Вот такая история. Бюджет богатый. Да, да. Мне очень странно всегда сталкиваться с ситуацией, когда кратные существуют разрывы между заработной платой руководителя, который не является собственником бизнеса, и, например, какого-то управленца рангом чуть пониже. На мой взгляд, это не вполне верно. Не может руководитель бюджетного учреждения зарабатывать в разы больше, например, инженера этого же бюджетного учреждения. У нас что сказал, уважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев? Он много чего говорил. Все бюджетные учреждения – это не место, где следует зарабатывать деньги. Хотите денег – в бизнес. В бизнес. Печально, конечно. Не порадовалась я за руководителей бюджетных учреждений, но зато порадовалась за их сотрудниками. Ну, как минимум, спрашивать тогда нужно, простите, кратно больше. Да. Потому что 80 тысяч зарплаты для города Кирова – это очень неплохая зарплата даже для бизнеса. Ян Чеботарев, юрист в особом мнении, был в нашей студии. Говорю Яну Евгеньевичу спасибо, и мы с вами прощаемся. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM